Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня мы с вами поговорим о больничных в 2024 году, ну и путно посмотрим разные сервисы и отчеты, которые возможно использовать. Вы на экране видите наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева-Калина. Мы будем рады, если получим от вас обратную связь, то есть может быть какие-то вопросы или сложные случаи. Милости просим к сотрудничеству, будем рады оказаться вам полезными. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара, вы ее видите сейчас на экране, состоит, ну, во-первых, из теоретической, так сказать, части, то есть нормативные требования, которые действуют в настоящий период. Мы их будем смотреть на слайдиках, будем параллельно переключаться на демо-базу ЗУП. Сейчас я таким образом поступлю. То есть вот таким образом мы переключаемся и будем, так сказать, на практике уже смотреть то, о чем поговорили теоретически. Значит, возвращаемся снова к программе вебинара. Ну, как вы знаете, у нас на на самом деле достаточно много произошло изменений и они, естественно, затронули все конфигурации, то есть не только, например, зарплаты управления персоналом, но и ERP, естественно, бухгалтерию. То есть, может быть, не такие крутые законодательные изменения, но все равно немножко каждый блок и каждый подраздел претерпели изменения, поскольку приводилось в соответствие все в связи с изменениями. Мы поговорим про расчет пособий, про то, что у нас изменилось в этом году по отношению к договорникам, по договору гражданско-правового характера, по ГПХ. И есть или нет какие-то изменения по больничным, по уходу за ребенком. То есть не лично, когда человек заболел, а по уходу за ребенком или, ну, соответственно, за больным членом семьи. Мы поговорим про дополнительные сервисы, что у нас изменилось в этом плане и что доступно на данный момент. Ну, начнем мы с теоретических, так сказать, изменений. То есть вы знаете, что с 22 года у нас больничный действует только в электронном формате. То есть электронный листок нетрудоспособности, аббревиатура ЛН. И, соответственно, в бумажном формате у нас теперь больничный не оформляется, за исключением определенной категории реквеченных, так сказать, граждан. То есть те, которые составляют группу лиц, сведения о которых составляют государственную тайну или которые находятся под государственной защитой. Даже если вы будете требовать у медицинской организации больничный листок на бумаге, то вам могут распечатать в поликлинике, например, только удовлетворение о том, что вам выдан такой-то номер, больничный листок, такой-то номер, ну, то есть выписку из сведений о выпуске цифрового документа. Когда, напомню немножко тоже теоретической базы, когда выписывается больничный лист, сейчас больничный лист выписывается в случае болезни или травмы, если требуется уход за заболевшим членом семьи, то есть, например, для ребенка или для другого родственника, который не является хроническим больным. В случае карантина, например, как был с коронавирусом, или сейчас вводится карантин, если в школе или в детском садике, если необходимо протезирование в стационаре по медицинским показаниям, если требуется долечивание в санатории после стационарного лечения, ну и, естественно, в случае беременности и предстоящих родов. При этом и аборт, и процедура ЭКО приравнены к такому виду больничному. Собственно говоря, у нас изменения произошли с 2022 года, были достаточно обширные и затронули больничный, но не в такой мере, как, допустим, были изменения по НДФЛ и другие изменения. Но мы все помним, что у нас объединили пенсионный фонд и ФСС, то есть теперь у нас есть социальный фонд, ФФР, и, собственно говоря, действует он уже второй год, то есть это уже не такая свежая новость, но тем не менее. Все уже немножко пообыклись, так сказать, с новым фондом и со взаимодействием с этим новым фондом. Ну и, собственно говоря, то, что теперь у нас не пилотные проекты по прямым выплатам, а в обязательном порядке у всех, то это мы уже тоже не воспринимаем как новшество. Ну, соответственно, если больничный оформлен, то при обычном заболевании, так же, как и раньше, три дня оплачивается за счет работодателя, а дальше оплачивает социальный фонд. Если это другие случаи, например, больничный по беременности и родам, или по уходу за ребенком, то в этом случае социальный фонд оплачивает полностью с первого дня выписки больничного. Напомню, что выплаты по больничному у нас облагаются НДФЛ, за исключением, если у вас декретные. У нас очень сильно изменились. В 2024 году выплаты по больничному, максимальная выплата по больничному составляет 4040 рублей. Ну, это максимальная, мы говорим про максимальную сумму. И минимальная сумма у нас, соответственно, 632,61. Это на основании МРОТа рассчитывается. По сравнению с прошлым годом, это заметно увеличенные цифры. То есть МРОТ у нас в этом году в 2024, 19,242. И, соответственно, из этого расчета МРОТа рассчитывается и минимальное средневное пособие, при этом независимо от стажа работника. Здесь у нас есть одна тонкость. Тонкость состоит в том, что штрафные санкции за задержку по больничным листам, естественно, тоже достаточно сильно увеличены в этом году. Штрафные санкции касаются не только больничных листов, но и, соответственно, воинского учета. То есть то, что касается учета кадров и то, что обычно ведется в системе 1С зуб, там штрафы вообще, в общем-то, запредельные, то есть 400-500 тысяч. Мы немножко поговорим об этом, но скользко. И, собственно говоря, самое основное то, что касается изменения по больничным листкам, это то, что больничные в этом году выписываются всем по договорам ГПХ, в том числе, соответственно, введено это новшество с прошлого года. Но там у нас была, ну, скажем так, такая коллизия, то есть договорники имели право получать больничные листы, но не факт, что они должны, что они были оплачены. Почему? Потому что оплата по больничным листам договорников по гражданско-правовым договорам происходила в том случае, если работодатель за них заплатил стоимость страхового года. И, соответственно, поскольку такая система раньше не применялась, а добровольно редко кто платил стоимость страхового взносов фонда, то, соответственно, не у всех была возможна оплата по больничным листам. В 2024 году у нас оплачивают всем договорникам, и, соответственно, в этом году у нас увеличилось количество больничных, которые оплачиваются близким родственникам, то есть мамам это уже как традиционные, традиционная форма оплаты, но оплачиваются и папам, и бабушкам, и дедушкам, ну, естественно, и попечителям, или опекунам. Поэтому, когда вы получаете больничный, вам нужно посмотреть, если, например, больничный принес папа, то у вас должен стоять код 39, в отличие от 38, если это мама получает больничный лист. Соцфонд оплачивает детский больничный с первого дня нетрудоспособности. Это мы с вами все знаем, то есть три дня за счет работодателя по детскому больничному не применяется. А количество оплачиваемых дней в году зависит от возраста ребенка, ну, и, соответственно, от заболевания. То есть деткам в возрасте до 7 лет оплачивается 60 дней с заболеваниями, которые входят в перечень Минздравсоцразвития. В этом случае детки получают оплату за 90 дней в течение года. Обычные заболевания, типа простуда, там, грипп, это у нас 60 дней. Детям от 7 до 15 лет 45 дней. При этом больничный оплачивается сроком не больше 15 дней. То есть, например, 15 дней несколько раз в течение года, но не более 45 дней. Для ребенка до 18 лет, обратите внимание, с инвалидностью, в этом случае у нас 120 дней. И для ребенка, если он болен онкологическими заболеваниями или ВИЧ без ограничений. То есть, соответственно, это то, что касается больничных листов по уходу за ребенком. Но у нас есть еще одна тонкость, которую нужно обязательно учитывать. Если у нас происходит, например, у нас сотрудник находился в отпуске. Это тоже нужно обязательно учитывать, потому что большинство ошибок возникает именно на этих... То есть, если происходит начисление в связи с отпуском. То есть, у нас есть отпуск очередной оплачиваемый и есть отпуск за свой счет. То есть, если у нас работник болеет в течение своего оплачиваемого отпуска, то в этом случае отпуск либо продлевается на дни болезни, либо заявление сотрудника позволяет перенести этот срок, срок продления на дни болезни, перенести на другой период, когда сотруднику удобно. Если сотрудник заболел после увольнения, то в течение месяца больничный лист ему оплачивается, оплачивается со стороны соцфонда, но в размере 60% заработка. Независимо от того, сколько у него оплачивается процентов по стажу. То есть, как мы помним, по стажу оплачивается, например, 60% и 80%, то есть 100% оплачиваются при стаже свыше 8 лет. Соответственно, если сотрудник уже уволился, то электронный больничный приходит к бывшему страхователю. Если у него заболел ребенок после увольнения, то в этом случае такой больничный уже не оплачивается. Вот вы видите на схемке. Схемка как раз иллюстрирует такой случай, когда у нас больничный произошел в период отпуска, но обратите внимание, если отпуск произошел не очередной оплачиваемый, а за свой счет, то в этом случае больничный не оплачивается. Еще одну схемку мы сейчас с вами посмотрим. Это вот такая схемка. То есть, если у нас, опять же, работник находился в отпуске за свой счет, но больничный лист затронул часть отпуска за свой счет, а часть уже когда он должен был выйти на работу. В этом случае у нас оплачивается только тот период, когда сотрудник уже должен был выйти на работу. То есть, мы будем оплачивать, как вы видите на схемке, не весь период больничного, а именно только тот, который приходится на рабочее время. Ну и нужно помнить, что у нас есть два правила, которые касаются таких ситуаций. Ну, во-первых, как мы уже сказали, если работник заболел в своем ежегодном оплачиваемом отпуске, тогда больничный мы оплачиваем в полном объеме и отпуск продлеваем на дни болезни. Либо, по желанию сотрудника, переносим на тот период, который он указал в заявлении. Если сотрудник берет больничный по уходу за ребенком, то в этом случае отпуск не сдвигается, потому что он и так находится дома и осуществляет уход за ребенком. И второй случай, это когда у нас работница, например, находится в отпуске по уходу за ребенком и при этом работает, например, неполный день, то в этом случае она имеет право уйти на оплачиваемый больничный. Причем здесь имеет значение то, что разницы между больничным на себя и на ребенка у нее нет. То есть в этом году она может получать пособия и по уходу за ребенком, и больничный, если она, например, вышла на работу. И, соответственно, получается, что в этом случае у нее разные страховые случаи и разные пособия. Как мы помним, в этом году сотрудники имеют по сравнению с прошлыми периодами имеют льготные условия, то есть мамочки могут выйти на работу досрочно, до истечения отпуска по уходу за ребенком, но при этом они не теряют право на получение пособия, а могут получать и пособие, и заработную плату без ограничений. То есть раньше было, что на неполный рабочий день, ну, соответственно, на какой-то такой щадящий график. Теперь возможность совмещать и работу, и пособие у нас имеется. И, например, если в листке нетрудоспособности в графе дата выдачи стоит нерабочий день, то есть праздничный или там выходной, суббота, воскресенье, то мы все равно этот день оплачиваем. И это касается и обычных больничных, и больничных по уходу за ребенком. Ну, как мы помним с вами, это касается того, что выплаты происходят через социальный фонд, и, соответственно, работодатель должен подать сведения для социального фонда. То есть мы получаем, например, из социального фонда уведомление о том, что выписан листок нетрудоспособности. Имеются четко ограниченные сроки, в течение которого мы должны подать сведения для социального фонда в течение пяти дней. Если мы получили ответ или запрос из социального фонда, то мы должны подтвердить получение запроса в течение трех дней. И, соответственно, дать ответ по существу в течение пяти дней. Если мы такие нарушаем сроки, то у нас, опять же, предусмотрены штрафные санкции. И сейчас мы с вами посмотрим сначала слайдик, а потом переключимся на демобазу и посмотрим вот что. То есть когда у нас происходит пересечение больничных. Ну, например, выписан больничный лист на сотрудника. Потом, когда он переболел, ему пришлось уйти на больничный лист по уходу за ребенком. И, например, у нас один лист выписан с 20 по 25 января, а второй лист по уходу за ребенком выписан с 25 января по 31, например, января. То есть у нас имеется пересечение дат 25 января на один день. Но нам нужно следить за тем, чтобы этот день не был оплачен дважды. То есть у нас сохранилось положение, когда доктор выписывает больничный лист. Естественно, он не следит за тем, чтобы было какое-то пересечение больничных листов. И не обязан он этого делать. Так же, как он не обязан следить за начислениями больничных и за пересечениями оплаты за какие-то дни. То есть принцип работы поликлиник в этом не изменился. И, соответственно, это ложится на плечи бухгалтерии. Когда мы работаем с больничным листом, мы обращаем внимание, как я уже сказала, на дату выплаты. То есть у нас пересечение отмечено на один день. То есть мы должны исключить из оплаты больничного листка один день, 25 января. И вот здесь начинаются тонкости. Значит, смотрим больничный листок, обычный больничный лист, который оформлен в зарплате управления персоналом. Мы сейчас туда переключимся. Вот таким образом. Так, и того больничный лист мы с вами можем создать из раздела кадры и из раздела зарплаты. То есть в этом случае у нас ссылка на этот документ есть и там, и там. Ну, я возьму заработную плату. Можно и из кадров, например, тот же самый больничный лист. Мы с вами, если переходим по этой ссылке, попадаем и в одном, и в другом случае в общий журнал больничных листов. И вот он, первый мой больничный лист, который у меня оформлен на сотрудника. Ну, соответственно, поскольку это у меня виртуальная ситуация, то, соответственно, и номер больничного листка тоже не настоящий. Здесь у нас есть кнопочки, то есть мы можем сразу получить электронный больничный листок, сразу получить из ФСС или загрузить из промежуточного файла. И вот здесь у нас есть, во-первых, закладочки и, во-вторых, данные, которые на них отражаются, то есть то, что у нас есть в системе. То есть мы заполняем сведения по больничному листку и получаем расчет сразу автоматически. Если у нас есть оплата за счет работодателя, то, соответственно, вот здесь есть такая сносочка информационная. Посубе рассчитывается, например, исходя из МРОД и какие используются данные. Обратите внимание, что выплата заработной платы в этом случае у нас ставится из расчета, что два раза в месяц происходит оплата, то есть за первую половину месяца и за вторую половину месяца, то есть никаких авансов у нас теперь нет. И, соответственно, уведомления об начислении НДФЛ тоже подаются за два периода, то есть два НДФЛ в месяц. А вот здесь вот мы с вами можем заполнить данные по листку нетрудоспособности. Давайте мы сюда еще вернемся потом, но сейчас пока не будем рассматривать эту ситуацию. И на закладочке оплата мы, соответственно, смотрим, сколько дней у нас получилось, сколько дней мы оплачиваем. То есть у нас шесть дней за период по 25 января и из них три дня за счет работодателя. То есть вот у нас подробный отчет, то есть сколько заплатит работодатель и сколько заплатит у нас в этом случае сотрудник. А вот теперь мы с вами посмотрим второй больничный лист, вот он у меня, который выписан для ухода за больным ребенком. Ну, соответственно, сведения о человеке у меня те же самые, о моем юридическом лице, на которое выписан больничный лист тоже заполнены. И в этом случае у меня, как мы помним, 25 января день пересечения больничных листков. И мне надо не допустить, чтобы этот день был оплачен дважды. То есть сейчас у меня этот день входит в оплату по первому больничному листку за счет фонда обеспечения. Значит, что в этом случае я делаю? То есть я задаю все реквизиты больничного, которые у меня есть, ну, соответственно, номер, даты, то есть период. И на закладочке оплата, обратите внимание, то есть у меня так 7 дней, но я включаю вот такую пентограммку, то есть изменяю периоды оплаты. То есть я 25 число исключаю из расчета больничного листка. Но обратите внимание, здесь есть одна хитрость. То есть я тут вот в окошке регистрировать не ставлю чекбокс, то есть такую красивую зеленую галочку. Если я останавливаю здесь курсор, то у меня подсказка будет, что это такое. То есть если я поставлю здесь отметку, то у меня программа будет ругаться и писать мне, что этот день уже зарегистрировано в прошлом больничном листке, и, соответственно, мне надо будет исправить эту ситуацию. То есть вот сюда флажок я не ставлю. Тогда у меня все расстается, так сказать, хорошо. И этот период исключается из больничного листа и, соответственно, из оплаты. И вот здесь мы видим вот такую пентограммку. То есть у меня с корректировкой и конкретно какой период я исключила из оплаты. Вот мы сюда еще раз попали. Соответственно, на закладочке начислено у меня будет тоже отражена такая ситуация. Но я же должна еще эти свечения подать в социальный фонд. Значит, в этом случае я в меню «Кадры» выбираю ответы на запросы для расчета пособий. И в этом случае я пособия, я отмечаю, создаю новую отметку о том, что у меня был такой больничный лист. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. Вот. И мы с вами вот эту ситуацию уже посмотрели. Вот эту вот отметочку мы не ставим. То есть чекбокс на пункте «Регистрировать» у нас не должен стоять. И мы переключаемся на следующий пример. То есть, например, ответа на запрос социального фонда. То есть, поскольку у меня второй больничный выдан по уходу за ребенком, то у меня полностью этот больничный оплачивает социальный фонд. То есть за счет работодателей у меня нету периода, который оплачивается. И, соответственно, я должна об этом уведомить социальный фонд. То есть для этого мы с вами переходим в раздел «Кадры» и выбираем ответ на запрос «СФР». И, как вы видите, вот у меня здесь отмечено, что мы проверяем, попала ли у нас эта информация. Она у нас должна автоматически попасть. Так. Переключаемся на нашу конфигурацию. И, значит, еще раз повторю, то есть мы в меню «Кадры», ответы на запросы «СФР». И, соответственно, в этом случае у меня открывается вот такое диалоговое окно. Ну и я выбираю то, что мне подходит, то есть вид пособия. Ну, это у меня пособия по временной нетрудоспособности, если это обычный вариант или то, что мне подходит. И, соответственно, здесь мы выбираем, мы находим корректируемый период. И проставляем, проверяем, попадают ли наши сведения в нужный раздел. Ну, я не буду сейчас переходить, потому что это немножко долго. Так. Значит, после того, как мы с вами сформировали вот таким образом исключение одного дня, то есть пересечение периодов, мы уже можем спокойно подавать все сведения и смотреть дальше ответы. Если поступают какие-то запросы, то вот вы видите в разделе «Кадры» у нас есть целый раздел пособий. И, соответственно, входящие запросы «СФР», ответы. И извещение, то есть это у нас здесь мы получаем ответы из фонда и, соответственно, какие-то другие документы. И мы подтверждаем получение этих документов, как я уже говорила, на получение. Получение извещения у нас отводится три дня. И если мы не отвечаем в течение этих дней, в течение отведенного периода, то нам отправляется заказным письмом данное извещение. И здесь уже считается автоматически, то есть, так сказать, принудительно, что в течение шести рабочих дней, если ответ не получен, то извещение считается автоматически принятым и соответствующие последствия начинаются. То есть, мы это сейчас вот так закроем, чтобы нам пока не мешалось. И, естественно, СЭДО должно быть оформлено, должно быть настроено, то есть у вас должны быть оформлены соответствующие подписи. И, соответственно, в зависимости от того, какие у вас больничные, то есть извещения приходят в этот раздел, и мы видим всю информацию. Нужно следить за тем, что когда СФР запрашивает какие-то сведения, то эти сведения должны быть вовремя оформлены и отправлены в СФР, потому что, к сожалению, несмотря на то, что, в общем-то, уже методика обкатанная, бывают такие случаи, когда СФР отправила запрос какой-то, предприятие на этот запрос ответило, и в дальнейшем сидит спокойно с чувством выполненного долга. Но, несмотря на то, что СФР должен в течение 10 дней обработать полученную информацию, к сожалению, приходится отслеживать, произошло это или не произошло, и не получили ли вы новые запросы от СФР, несмотря на то, что уже отправили ответы. Мы сейчас с вами вернемся снова к нашим слайдикам и поговорим еще вот о чем. То есть, как вы знаете, у нас в этом году подается два уведомления по начислению, то есть, соответственно, за первую половину месяца и за вторую половину месяца. И вот эта ситуация, поскольку это в обязательном порядке уже принято, принят документ в январе, например, сыграла злую шутку с бухгалтерами. Потому что, ну, естественно, вносились изменения и в налоговый кодекс, и в трудовой кодекс. И вот именно про два уведомления вы видите, выделен закон, который регулирует такое положение. Но, как обычно, хотели сделать хорошо, а сделали как всегда. То есть, хотели упростить работу с ЕНС и единым налоговым счетом, а в итоге получилось, наоборот, усложнение. Ну, например, то есть в январе чаще всего бухгалтера уходят в отпуск, потому что отчеты сданы и можно немножко передохнуть. Но, на самом деле, поскольку посчитали предварительную зарплату за январь, налоги подали уведомление и честно пошли отдыхать. Но уведомления вернулись с отметкой, что срок подачи не наступил. Соответственно, подать заранее уведомление мы не можем сейчас. И получается, что когда происходит подача уведомлений два раза в месяц, то в течение конкретных сроков должны быть поданы уведомления, не раньше. Иначе они вернутся к нам с таким же комментарием. То есть срок подачи не наступил. Это касается не только выплат. То есть у нас, как мы говорили уже, по больничным листам не так много изменений. Фактически изменения коснулись больничных листов, когда сотрудник, например, находился в отпуске по уходу за ребенком и вышел из этого отпуска досрочно. То есть сейчас, в 2024 году, такой сотрудник имеет право получения и пособия, то есть по уходу за ребенком и заработной платы. Такого у нас раньше не было. То есть в этом случае это как бы улучшает положение сотрудников. То есть сотрудник может выйти и на полный день, и на неполный день. Но нужно помнить про то, что с больничных листов у нас считается НДФЛ, а НДФЛ претерпел достаточно много изменений. И эти изменения у нас коснулись, ну, во-первых, того, что изменился сам НДФЛ, изменились правила учета НДФЛ у резидентов и нерезидентов, у удаленщиков, и изменились размеры стандартных налоговых вычетов. То есть у нас вычеты увеличились, ну, правда, не в разы, как некоторые другие моменты, а со 120 тысяч изменились на 150 тысяч рублей. Это у нас предельная величина вычета. И надо учитывать, что вычет на обучение детей у нас повысился в два раза, и теперь составляет 110 тысяч. Но конкретизирован случай, когда мы работаем с удаленщиками, то есть они у нас должны учитывать тоже НДФЛ по ставке 13% до момента, когда их доход составляет 5 миллионов. После 5 миллионов они повышенную ставку должны применять. Ну, то есть 15%. И, соответственно, это учитывается в составе налогооблагаемой базы общей по всем местам работы. То есть, если раньше каждый работодатель мог представить свою справку, и, например, вы представили ее на свою работу, но, может быть, вы забыли про какую-то работу и не сообщили о такой деятельности, то теперь этот случай уже не пройдет. Теперь база начисления НДФЛ совокупная. Если вы привыкли к 5 миллионов, то, соответственно, 15% вам уже автоматически применяется. И еще у нас, в общем-то, конкретизированы случаи, когда применяется социальная выплата. Здесь, ну, у нас ничего нету, но есть немножко конкретизирован пункт, который редко применяется. Сейчас мы посмотрим, то есть у нас применяется социальный вычет на обучение сотрудника, на обучение детей, на лечение, кроме дорогостоящих видов, на физкультурно-оздоровительные услуги. Это сейчас широко используется. Реже используются взносы негосударственного страхования или добровольного страхования жизни. Реже используются дополнительные взносы на накопительную пенсию и совсем редко используются на независимую оценку квалификации налогоплательщика. То есть сам работодатель такие вычеты не предоставляет, но работник может подать заявление на такой вычет, если он дает декларацию по окончанию налогового периода. Такую он может получить независимую оценку квалификации налогоплательщика. Ну и как мы уже с вами говорили, НДФЛ, скажем так, больной вопрос. На самом деле НДФЛ претерпел много изменений. Ну, во-первых, изменились сроки подачи и сроки уплаты. Соответственно, перечисляется налог не позднее 28 числа за период с 23 числа по последнее число месяца и не позднее 5 числа следующего месяца. И, соответственно, отчетность, которая касается НДФЛ, то есть 6 НДФЛ, мы подаем теперь за календарный квартал, полугодие, 9 месяцев и так далее. А раньше мы подавали с первого, допустим, по 22 числу. И за первый квартал мы отчитывались уже по новой форме НДФЛ. И вот здесь вот есть одна тонкость. То есть сейчас переключимся мы с вами на нашу демо-базу. Вот. И посмотрим вот такой момент. То есть сейчас мы с вами работаем на демо-базе. Посмотрим на какой. Это мы видим вот в этом информационном табло. То есть указано, где у нас версия платформы и указана версия самой конфигурации. Вот все новые формы, которые касаются НДФЛ, то есть новая форма 6 НДФЛ, у нас доступны с редакции 3.1.28.64. То есть у меня 65-я. Это не последний релиз, но тем не менее этот релиз содержит уже необходимые формы регламентированных отчетов. То есть для того, чтобы уже составлять формы, которые соответствуют законодательству, вам надо проверить и обновить релиз до указанного значения. Значит, если вы работаете уже на новом релизе, то, соответственно, вы... Сейчас мы чуть-чуть подвинемся. Вот так. То, соответственно, мы по меню отчетной справки можем сформировать подраздел 1С отчетность, переходим и формируем нужную отчетность. То есть мы можем... Так, здесь программа себя хвалит. Это что у нас такое? Это у нас 1С отчетность. Это не только название блока, но и название сервиса. То есть 1С отчетность – это сервис, который позволяет взаимодействовать напрямую с сайтами налоговых органов или СФР. То есть почитать поподробнее мы можем вот по такой ссылке и подключиться можем по гиперссылке. Этот сервис очень важен в том случае, и если мы начинаем работать, например, с личным кабинетом налогоплательщика индивидуального предпринимателя по ИНС или дополнительно используем какие-то возможности, то тогда вот этот сервис нам очень нужен. Значит, если мы с вами попали в раздел 1С отчетность, то здесь у нас формируется отчетность. Мы по кнопочке «Создать» выбираем, что нам нужно. И, соответственно, в этом случае, допустим, выбираем либо отчетность фонды, выбираем, например, ЕФС-1. Так, я поставлю «Выбрать» и, соответственно, выбираем организацию, которая меня интересует, и формируем саму отчетность. Но здесь у нас формируется второй раздел, то есть я заполняю раздел номер 2. А здесь, если у меня, мне нужны сведения, которые касаются страхового стажа, то есть вот такая отчетность. Сейчас мы ее заполним. Так, то есть если касается, например, больничных листов по беременности и родам, то в этом случае мы создаем, ну, естественно, создаем вот такой отчет, ЕФС-1, сведения о страховом стаже. И в типе сведений выбираем назначение выплат по ОСС. Это новый пункт меню, который появился в этом году. И, соответственно, здесь в этом случае будут выбираться те сотрудники, которые у нас получили такие больничные, ну, то есть ушли в декрет. И, соответственно, будет формироваться формат, мы выбираем ЕФС-1. И вот в этом случае у нас формируется отчет, который содержит пункт 1.2, то есть, соответственно, вот раздел 1, это сведения об одной трудовой деятельности, и раздел сведения о трудовой деятельности, который содержит уже сведения по декретному отпуску, по больничному, больничной, по беременности и родам. И, соответственно, мы вот данные сведения уже можем отправлять в Единый социальный фонд. И еще один момент. Это хотелось сказать о воинском учете, то есть на тему воинского учета у нас очень много всего написано в последнее время. Все информационные издания, пожалуй, писали про них. То есть воинскому учету уделяется очень большое внимание и фантастические штрафы предусмотрены. Чтобы не попасться на такую удочку, необходимо проверить, как у вас настроен воинский учет. То есть для того, чтобы настроить воинский учет, нам надо активизировать через дополнительные настройки воинский учет. Сейчас мы с вами перейдем к нашей демо-версии. И, значит, у нас активизируется он через настройки. И, вот так, через настройки. И, соответственно... Не получается, у меня сдвинут так, как надо. Так, ладно. Посмотрим туда слайдик. Значит, в этом случае у нас... Переключимся на слайдики. У меня не получается перейти на настройки. Значит, мы отмечаем меню, который был учет. Вот такие проставляем флажки. То есть ведется воинский учет. Эта галочка добавляет нам один отчет в военкомат. И если мы хотим бронирование на наших граждан оформить, то, соответственно, вторая галочка, вот эта, ведется учет бронирования граждан. Нам добавляет еще два отчета, которые мы сдаем в военкомат. И после этого в меню, например, кадры... Кадры, например... Что-то у меня не получается. Так. В меню кадры у нас появляется блок воинского учета. То есть, соответственно, мы можем заполнять документы, которые необходимы для военкомата. И здесь у нас сведения подаются в военкомат уже не в течение двух недель, как это было раньше, а в течение пяти дней. И, соответственно, мы подаем такие сведения при увольнении и при приеме на работу. То есть, сейчас вот вы видите здесь, какой вид имеет справка, которая подается в военкомат. Ну и, соответственно, если работодатель не подал среднестовременно, то есть нарушил требования законодательства, то в этом случае он попадает под штрафы. Штрафы очень крупные, соответственно, 400-500 тысяч рублей. Собственно говоря, какие категории сотрудников учитываются по воинскому учету, вы видите на экране. Соответственно, не только мужчин призывного возраста, то есть вы видите, мужчин от 18 до 30 лет этот возраст увеличен, мужчины в запасе, которые служили без отсрочки, ну то есть тех, кто на военной кафедре отучился, но и женщин, женщин, соответственно, с воинскими учетными специальностями, которые подлежат призыву. То есть это чаще всего медики, но есть перечень сотрудников, перечень женщин, которые подлежат воинскому учету. И, соответственно, воинский учет на предприятии должен вестись, и в конфигурации ZOOP эта функция присутствует, и держана она достаточно комфортно. Но, естественно, когда вы делаете нормативные акты внутренние, то есть эти внутренние нормативные акты касаются не только воинского учета, но и оплаты больничных листов, и оплаты, допустим, положения об оплате и о премировании. То есть обычно к учетной политике вы прикладываете сведения про документооборот, и про документооборот у вас должны быть зафиксированы сведения по воинскому учету, вы фиксируете, какие папки вы ведете. Вот здесь на экране вы видите, как примерно оформлен документооборот воинский, и, собственно говоря, обязательно заводите журнал проверок, туда записываете все проверки, которые происходили. Это нужно для того, чтобы у вас не случилась ситуация, когда вы попали под штраф и не можете доказать свои права. И второй момент, обратите внимание на отчетность службы занятости. То есть с 1 января 2024 года у нас закреплено законодательно федеральным законом 565 о занятости населения в Российской Федерации отчеты, которые мы должны сдавать, и сроки сдачи этих отчетов в Центр занятости. И, соответственно, если у нас есть хоть один работник, то должны сдавать и эписты, и обычные юридические лица. Ну, вы видите список отчетов, которые делаются для Центра занятости. Ну, соответственно, и в связи с этими отчетами надо просмотреть внимательно, под какие из них вы попадаете, в каких случаях. И, собственно говоря, эти отчеты, обычно этим занимаются кадровые работники, но, тем не менее, контролировать сдачу этих отчетов необходимо. То есть, сейчас у нас в 2024 году не обязательно подавать на единую цифровую платформу работы в России, но многие этим пользуются. с 1 января 2024 года мы не обязаны регистрироваться на этой платформе, но правила, которые регулируют взаимодействие с этим ресурсом, до сих пор действуют. Поэтому, в общем-то, лучше перебдеть, как говорят в народе. И по каместе действуют правила размещать сведения и на этой платформе. Ну, и, собственно, последнее, что мне хотелось вам сказать, это какая ответственность для службы занятости предусмотрена. Ну, по сравнению с штрафными санкциями, которые предусматривает военкомат, то есть, нарушение воинского учета, здесь вообще можно сказать, что это щадящие штрафные санкции. За непредоставление или нарушение сроков предусмотрено предупреждение или штрафные санкции. То есть, административная ответственность – это предупреждение или штрафные санкции для должностных лиц 300-500 рублей и для юридических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. То есть, такое предупреждение на своем сайте разместил Роструд. То есть, это можно посмотреть на вот таком информационном ресурсе. Там, на самом деле, достаточно много интересной информации. А мы с вами сейчас вернемся к нашему начальному титульному листу, так сказать. Еще раз посмотрим наши контакты. Наше время, к сожалению, уже закончилось. И я хочу напомнить контакты, телефоны, электронную почту, телеграм-контакты, адрес нашего сайта. И, собственно говоря, компания на это прощается с вами. А мне хотелось еще сказать, что мы благодарим вас за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашим встречам. И пригласить вас к сотрудничеству, потому что мы будем очень рады оказаться вам полезными. И, соответственно, мы выполняем любые работы с программами семейства 1С, с любыми конфигурациями, и продажу, и настройку, и доработки. То есть, милости просим. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Мы сможем на них ответить более предметно, потому что они лимитированы на время. И больше подробностей применительно к вашей конкретной ситуации. На этом разрешите попросятся. Хорошего вам дня. Благодарим за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова